11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот» в студии Николай Голиков и Анна Лапшина. Всем доброго дня. Начинаем работу. Начинаем два часа дневного разворота. Тему второго часа анонсируем через час, в начале первого. Но сейчас представляем вам нашего гостя. И сразу с Николаем предупреждаем, что программа «Первый час» выходит в записи, потому что наш гость Игорь Аверкиев, председатель Пермской гражданской палаты, был в Кирове в пятницу и в субботу. В творческом культурном центре «Пятый этаж» прошли две большие лекции, темами которых стала «Гражданская культура» и «Гражданские культуру трейгеры». Я бы сказал, только уточнил, и хотел бы сразу задать вопрос, не лекции прошли, а написано «Цикл публичных рассуждений». Мне кажется, в этом что-то важное заложено. А, то есть это немножко не то, да? Мы сейчас у гостя нашего спросим. Это более не обременительно для выступающего, когда он просто рассуждает, а не лекцию читает, ответственности меньше. Ага, вот оно как. Вот оно оказывается как. А формат, в принципе, такой же лекционный получается или всё-таки диалоговый такой? Нет, конечно, там, да, диалоговый, но сейчас все лекции нормальные, все диалоговые, поэтому... Да, просто рассуждения уместны тогда, когда знания не академические, не устоявшиеся, может быть, новые, ну и так далее, то есть... Вы для себя тоже что-то открываете в процессе? Ну да, конечно, я, более того, я первый раз именно с подобной темой выступаю, именно здесь, ну, то есть не именно здесь, а получилось, что здесь, и поэтому для меня это просто ещё важно посмотреть, насколько я прав в чём-то или не прав. А вы смотрите по реакции слушателей? Да, конечно, самостоятельно. Но, в принципе, когда ты публично что-то проговариваешь, ты очень остро ловишь моменты, когда ты неправ. Да, конечно, да. Это вот есть такое свойство. Это новая тема, да, и тут особенно важно. Если тема старая, уже более-менее понятно там, кто как будет реагировать. В пустые аудитории уже не ходишь, когда знаешь. Ну и как? Гражданские культуры и гражданские культуртрейгеры зашли в Кирове? Да, нормально, зашли. На самом деле, в эфире просто говорить об этом очень сложно, но поскольку такая очень узкая, такая специальная тема для активистов, значит, гражданские культуры, это, собственно говоря, культура взаимодействия человека, простого человека, простолюдина с властью. То есть это не совсем та культура? Да, это не творчество. Нетворческая часть культуры, скажем так. Да, да. Культура в данном случае, как некоторый, так сказать, комплекс знаний, привычек, самое главное, привычек, инстинктов, ну и так далее. То есть вот человек столкнулся с органом власти, с какой-то проблемой с ним, да, и вот первое, как себя вести, там, зажаться, пойти дать взятку. Или, наоборот, пойти дать в морду, да. Или, там, пойти к каким-нибудь, не знаю, там, к активистам, попросить у них чего-нибудь, там, вот, то есть вот спонтанная реакция на этот вызов со стороны органов власти, вот он вот и является тем, что заложено в человеке, его культурой. То есть мы говорим не только о гражданских активистах, и даже не столько, не столько о гражданских активистах. Мы начали что-нибудь строить, а ему не нравится, и он не знает, что делать. Вот. И, в общем, и вот как тут, как и что получается, к чему он прибегает, потому что, ну, это важно для активистов, то есть нужно же понимать, с какой публикой они работают, кого они пытаются привлекать. А привлекать, в основном, пытаются вот их вот частных людей, для которых взять взятку или просто не исполнять закон, чем бороться за его отмену, да, вот проще, привычнее, понятнее, там, ну и так далее. И вот, и моя задача была, как раз вот вооружить активистов именно этим знанием, к чему именно апеллировать в простом нормальном человеке, чтобы он, ну, чтобы помочь ему, и в то же время, чтобы, значит, каким-то образом быть ему более понятным. Потому что вся эта демократия, там, гражданское общество, это для большинства людей всего лишь слова, которые абсолютно ничего не значат. А для многих в последнее время это еще и слова, которые означают некую опасность. Да, еще опасность, не дай бог к этому прикоснуться, да, конечно. Ну, вот одна из тем, которая была заявлена, разнообразие и противоречивость гражданских культур в России. Ну, да. Что вы закладываете? Ну, это не только в России, это во всем... Это связано просто с географией или просто у людей разные подходят? Нет, 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 это во всем мире так. То есть, ну, условно говоря, есть некоторая вот традиционная культура, которая свойственна была во всех обществах, в традиционном, там, до 19 века в Европе, допустим. У нас, там, до сего времени, да. Вот. То есть, это культура, когда человек, значит, воспринимает государство, прежде всего, либо как ресурс, ну, то есть, вот от него можно что-то взять, ну, пенсию ему можно взять, да, там, вот. Ну, способие какое-нибудь, да. Да, 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 вот, значит, либо как врага, ну, то есть, вот от него подальше что-нибудь ухватить и подальше, ухватить и подальше, да, вот. Значит, значит, это массовая нормальная позиция, то есть, к ней не надо относиться, ну, не знаю, там, оценочно, это нормальное поведение частного человека. Да, так вот, и вот в этой парадигме какая культура взаимодействия? Значит, ну, там, взять взятку, вернее, дать взятку, не взять, конечно, дать взятку, да, значит, найти какого-нибудь знакомого одноклассника, но в хорошем положении, да, чтобы он для тебя там что-нибудь там где-нибудь... Похлопотал. Похлопотал, да, что правильно, да, конечно, да. Затем, значит, самый простой, просто саботировать то, что тебе не нравится. Вот мы все саботажники просто, ну, то есть, вся страна, так или иначе, где-нибудь чем-нибудь недоплачивает налоги, так ведь? Ну, это считается хорошим тоном, между прочим, да. То есть, вот, это же мы саботируем, мы очень много что получаем, то есть, там, застройщики, там, игнорируют легко экологически всякие законы и тоже много что получают. То есть, саботаж – это такой нормальный, естественный инструмент борьбы человека с государством за свои права, да, там, не устраивает закон, я уйду в сторону и, может, пойдет. Просто не буду его исполнять, мимо меня проскочить. Да, но, значит, в саботаже очень важно, там есть главное условие, которое позволяет человеку идти на него или не идти, это некоторые гарантии, значит, и такая убереженность, что прокатит, что это безопасно. То есть, вот, саботаж по поводу опасной темы, что могут наказать, его не бывает. Но он же воспринимается у нас как некая уже такая, как говорят, традиция делового оборота. Да, да, да. Так делают все, а раз все делают и все безнаказаны, то и ничего не будет, да. И, соответственно, то есть, вот, если все понимают, что так вот делают, кстати, там, жалобы еще всякие, вот, кстати сказать, жалобы, на самом деле, вот, люди не понимают, в чем ее суть, хотя к ней обращаются. А суть очень важная, ее хорошо бы вот туловить человеку. Жалоба – это, на самом деле, прием лести. Жалуются тем, кто сильный, кто может помочь. И когда ты жалуешься, ты должен, конечно, там, изложить свою эту самую там просьбу, там, да, но самое главное, ты должен подчеркнуть, что ты вот обращаешься к высшему существу. Ну, это как челобитное, практически, да, бью челом. Что ты вот просто там, если какие-то его подчиненные что-то сделали плохо, и ты на них жалуешься, ты должен жаловаться так, чтобы он понял, что они сделали плохо не потому, что он не досмотрел. Нет, да, что не потому, что он не досмотрел, а как бы сами по своему произволу сделали плохо. Потому что, а у нас многие жаловаться не умеют. То есть, они пишут там чего-нибудь Путину, жалобу на губернатора. Так они и губернатора всякой, и режим, и Путина, и потом дать и квартиру, да. Это есть такое, это есть такое. Люди приходят, жалуются, они просто начинают громить все и все. Да, да. Это специфическая история российская или это везде? Нет, это на самом деле общее все. То есть, вот если взять, ну, правда, таких исследований мало, вот об этом не принято особенно говорить. Считается, что простой человек, он прежде всего получает некоторые, так сказать, возможности для влияния вот с помощью демократических институтов. Там участие в выборах, там участие в этих общественных палатах, там у нас свои, а там на Западе много такого всего, да. Вот, но на самом деле в большинстве случаев, в большинство конфликтов с властями, и во Франции, и у нас, и в Америке, люди решают вот этими традиционными способами. Знакомствами, взятками, вот этим грамотной лестью, кстати сказать, тоже очень такая серьезная вещь, хотя мы к ней так несерьезно относимся. С помощью нее очень многое можно сделать. Ну, и так далее. И только в крайних случаях, когда уж совсем там, что такое там, ну, завод сокращают, весь серьезный, и всех увольняют. И человек уже понимает, что лично ему уже не спастись. Одному. Одному нет, уже никак. То есть он так пробовал, всяк, и все равно. Поэтому, значит, вот тут там профсоюзы, то-да-се. Начинается объединение какое-то. Ну, у нас, как бы, объединяться-то не очень любят. У нас народ-то индивидуальный довольный. Вот. А это вот действительно, кстати сказать, главный такой миф про русского советского, бывшего советского человека, что у нас люди-коллективисты. Нет, более, вот, более, у нас люди-коллективисты только в двух вещах. В праздниках и в драке. На пьянке и на драке, как говорят еще. Да, все правильно. А, кстати, дерутся тоже тут же, между собой. Да, да, да. И, кстати, ну, то есть это хоть и выглядит как пословица, но это именно так. То есть вот получать совместное удовольствие, это да, конечно. А делом заниматься совместно, да еще таким вот серьезным взаимоотношениями с властями, это нет. И поэтому, скажем так, вообще долг вас, нас, там, хоть всех активных людей в стране, всячески поддерживать любую коллективную деятельность людей. Вот просто любую. Потому что нужно, чтобы к этому привыкали. А им трудно. Ресурсов нет, знаний нет. Любую, неважно, на что она направлена. Ну, кроме там фашистов каких-нибудь, да, понятно, да. Или в каком-нибудь, вот, в противоборстве. Да нет, нет. Любое, вот, любое коллективное действие в защиту интересов. Не обязательно, допустим, против кого-то, там, интересно, не знаю, там, благоустроить сквер. Наконец-то 10 человек договорились. Обалдеть. Все. Что вам для этого надо? Молодцы. Да, пожалуйста, да, конечно. Анна, сделаем небольшой перерыв, буквально 40 секунд. И вернемся. Да. Программа «Дневной разворот» продолжается. Игорь Аверкиев, председатель Пермской гражданской палаты в нашей студии. Мы встречаемся с Игорем по итогам его цикла публичных рассуждений в Кирове на пятом этаже в культурном центре «Пятый этаж». На Ленина, 119. И говорим о гражданских культурах. Мы здесь как раз вот сейчас заговорили перед перерывом о том, как сложно научить, может быть, людей совместно работать, да, совместно защищать свои права. А есть какие-то, условно говоря, там, рецепты, там, кейсы, как сейчас говорят, вот, какие-то решения вот этой проблемы для активистов, которые хотят иной раз поднять, ну, тех же людей, да, что давайте мы сделаем у вас дома нормальную территорию. Для этого нужно опросить жителей дома, чтобы они в этом поучаствовали. А они все заперлись в своих квартирах. Да, конечно. А мы посидим. Понятно, да, ну, это, конечно, обычно. Нет, вообще во всех публичных делах, там, в политике, в гражданской деятельности, я думаю, что идея образования, обучения, это достаточно такая, как бы, ну, глупая идея. То есть, этим вещам не научишь. Идея, главное, нужно просто помогать. Ну, допустим, вот какая-то вот, кстати, в Пирмит, вот, как раз я специализируюсь именно на этом. Есть какая-то группа, которая решила, ну, добиться, чтобы там автобусный маршрут пустили, там, чуть-чуть по-другому, да. Вот. Ну, там есть юридический вопрос, у них нет юристов, мы можем помочь с этим самым юристом и так далее, да. Они впервые решили, что нужно провести пикет. Вообще не знаю, что это такое. И как себя вести. Да, да. И с чего начать. И куда тыкнуться, главное, с этим делом. Да, 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 да. То есть, в интернете там всякие московские истории рассказаны, а как в Пирме это делать, там ничего этого нет. Ну, и так далее. То есть, как бы, вот, и когда ты им помогаешь, но не за них делаешь, и у них получается, там, успех, всё, то есть, как бы, это уже, там, шикарнейший просто опыт. У них масса знаний практических, нормальных, полезных. И главное, если это успех, очень важны успехи, конечно, да. Если это успех, то всё, он понял, что так можно работать, и в следующий раз он уже, значит, к сожалению, в нашем обществе, конечно, успехи, но это не частая вещь. Поэтому вторая миссия, как бы, нас и вас, да, об этих успехах очень красиво рассказывать, там, именно красиво, чтобы это было, там, ну, не знаю, там, у нас вообще в стране красиво рассказывают о жертвах. Вот просто это, вот это любимое самое, как кто пострадал, от кого бедный, несчастный, вот. Вот, а героев, которые победили, как-то, ну, позитива на самом деле крайне мало, да. Какая-то страна Достоевского, где жертва важнее героя, и тут ничего не поделаешь, да. А это плохо, конечно, потому что, если вокруг одни жертвы, то я, выходя в гигантский мир, значит, только буду, ну, видимо, такой жертвой, как все, потому что я ничего другого не знаю. Да не добиться ничего. Ну, и здесь, опять же, опять же, легче жить, когда все вокруг плохо, не потому, что я плохой, это все, весь мир такой плохой, да, конечно, конечно. Все там насильники, все там бездаинцы. Да, но, а с другой стороны, опять-таки, вот обличать в этом человека, что вот он так думает, тоже нельзя, потому что, ну, ты понимаешь, что он иным, в общем-то, иным, то есть, как можно меньше воспитания всякого, вот этого, там, говорить, ну, как же, ты вот, ведь ты же знала, там, пам-пам. Нет, просто все, тебе надо поддержка, но получай ничего, кстати, взамен, там, и никаких норовоучений, потому что, ну, люди все одинаковые. А, Юрий, вот обращаются к вам с такой поддержкой чаще всего кто? Ну, мы все-таки специализируемся именно на инициативных группах, у нас даже такое условие есть, допустим, к нам человек приходит, вот, я хочу, чтобы кто-нибудь там, ну, не знаю, там... Кто-нибудь за меня бы что-нибудь сделал, что ли, нет? Он сам хочет сделать, вот, у нас там сквер вырубают, вот, я хочу что-нибудь такое сделать, мы говорим, давайте, вы приведите хоть какую-то группу людей, которые готовы с вами это делать, после этого мы будем с вами, к сожалению, только после этого работать, такой жесткий... То есть, с одиночками вы не работаете? Нет, да, потому что, ну, это некоторая минимальная гарантия, что, если люди смогли объединиться, значит, какой-то есть организационный ресурс, какое-то доверие внутри, а это очень важно. В противном случае, если он будет один, то все в конце концов ляжет на нас, потому что мы как бы ввязались, и уже, ну... Ну, я говорю, так и получится, сделайте, вот, у меня есть идея, давайте, а вы ее сделаете. Да, поэтому вот мы работаем с группами. В последнее время, ну, да не в последнее время, там, лет пять, это первая тема, значит, ну, это все зеленое. То есть, леса, парки, реки загрязняют, вырубают, вот, у вас тут много... Экологические проблемы. Экологические проблемы, но они действительно есть, их очень много. Да, конечно, да. Но они еще и всем понятны. Ну, знаешь, вот какое-то время было трудно раскрутить на экологии людей. Сейчас вот как-то стали больше понимать. Понимаете, я думаю, что сейчас это стало чуть побольше, потому что люди стали естественнее себя вести в этой свете. Почему? Потому что раньше, значит, когда какая-то экологическая проблема начиналась, значит, все эти профессиональные экологи, ну, якобы, оседлывали и свои аргументы приводили. А профессиональным экологам что там, значит, будет меньше кислорода, там, будет там что-нибудь, там, больше выхлопов, будет там еще чего-нибудь такого, что люди не чувствуют, не понимают. И, в общем-то, по большому счету, это такая умозрительная вещь. Про здоровье еще что-нибудь такое. А вот, допустим, у нас, когда вот серьезные были защитные кампании там по поводу Черняевского леса и так далее, там выяснилось очень простая вещь. Люди по-настоящему впрягаются, когда они понимают, что вот мы тут жили, я в этом лесу бегал, дети мои бегают, мои родители бегали, шашлыки мы тут постоянно жили. Жена с коляски гуляла. Да, да, да. Вот это наше. Может быть, оно там, конечно, муниципальное, но так-то оно наше. Но кто-то приходит и говорит, нет, мне плевать, что это ваше. Я поставлю забор и построю там что-нибудь. Это реакция практически частного собственника. Вот как? Это мое. Это вот наши все, как вот этот дом, этот дом, и тут вы пришли. То есть вот эта вот защита такой, я бы сказал, так, общественных угодий, вот этот мотив. Ну это уже такая инстинктивная защита, это мое. Да, да, да. Это серьезный мотив, по которому люди объединяются. Зеленое, это так красиво оформляется потом, как бы. А внутри именно вот этот протест против чужой воли на моей территории. И это, в общем-то, так хорошо, правильно. Помимо экологических тем, что еще есть из такого, что объединяет людей, что способны объединить? Близко к ним, это вот уплотнительная застройка и всякие непродуманные, или, допустим, ненравящиеся людям, вот градостроительные проекты. У нас этого много. Ну это тоже повсегательство на нашу территорию. Да, 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 да. Это все близко, да. Ну и последнее, что вот, ну буквально там, ну что буквально, тоже лет пять. Значит, это уже не коллективное, конечно, это в основном частное все эти обращения, но если что, тоже помогаем. Это конфликты в интернете по поводу экстремизма. Вот это, что там власть у нас напридумывала. Ой, да, сейчас еще что-то напридумывали же. Это просто кош... То есть вот, поскольку там и статистика есть, и мы ее ведем, ну вот, допустим, в прошлом году, нет, в 17-м году, значит, в Перми посадили, не посадили, а судили ко всяким там штрафам, административным статьям 450 человек за то, что они... Сколько? 450 за год. Да, не то, ну там вот лайкнули. А лайкнули? Да, да. Не туда нажали. Да, и причем это в основном в малых, средних городах и в интернете. Вот эти подростки, которые, ну вообще... Да ладно, и взрослый человек не всегда разберется. И вот люди, которые просто даже не понимают, что они делают, да, реально там штрафы, там тысяча рублей, жуть. То есть, ну просто бред. И вот к нам стали обращаться просто там, как сказать-то, мамы, у которых дети там лайк нажали, да? Да, 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 и вот, ну там помогаем, конечно, но это действительно, вот это много, и сейчас действительно, сейчас будет еще побольше. Они много там, они с ума сходят уже со своей монополией на информацию, но тут уже... То есть это вот такая как бы третья большая тема, это вот вещи в интернете. Да, 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 да. Разные такие с позитивной, скажем, окраской истории, вот какие-то благоустроительные городские инициативы, инициативы по сохранению памятников истории. Им помощи не надо. Они сами справляются? Да, это как правило, то есть, ну, им только помогаем уже, если, ну, допустим, там просто людям надо где-то собраться, что-то обсудить, особенно когда группа только-только, там у нас есть помещение специальное. Бывает, там нужно вот эти вот листовки, там, что они собирают всех куда-нибудь, чего-нибудь там сделать. Распространить каким-то образом, да? Да, распечатать. Распечатать. Распечатать, нет, распространяют они. Это не вы. Да, конечно. У нас только в этом смысле техническая поддержка. А так это вот все досуговые, вот досуговый активизм, да, то есть, когда люди объединяются что-то делать, ну, чтобы получить некоторое, в конечном счете, удовольствие, да, какое-то вот счастье совместное там иметь, да. Вот это, как правило, объединяются сами, потому что, ну, во-первых, вообще в стране много менеджеров всяких. И когда дело нерискованное, ну, допустим, там всякие вот протестные, да, эти менеджеры себя проявляют очень хорошо. Все любят быть начальниками? Нет, 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 нет. Просто человек, который очень нормально, быстренько организует работу, так сказать, других людей, как правильно, куда пойти, куда позвонить, что сделать, где достать, в общем. И, а поскольку в основном средний класс занимается у нас вот всяким активизмом, да, то есть, это в 90-х годах у нас были самыми активными людьми, были самые старые люди, да, которые против монетизации сажались там еще за что-нибудь. Вот, сейчас нет, сейчас обычный, как во всех странах, средний класс вот на пике любой активности, а там хорошее образование, все. Стоит только вот заняться этим нерискованным делом, там люди очень хорошо самоорганизуются, вопросов нет. Ну, это, то есть, именно в тех делах, которые никаким образом, ну, в противоречии с властью не входят, а с интересной власти. Да, 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 в неконфликтных, да. А в конфликтных, получается, проблема с тем, что, допустим, люди, которые могли бы возглавить, все, они, конечно, ну, не хотят рисковать, это понятно. И, в общем, и в итоге остаются там очень переживающие всему мамы, вот, которых все волнует в связи с тем, что дети, но которым очень много. Вот, ну, и, значит, и много молодежи, а ей, опять-таки, по большому счету, само общение, само взаимодействие важнее, чем его содержание и результат, поэтому, в общем, тоже там не особенно. Политически окрашенные такие вот истории, которые связаны с запретом проведения митингов или каких-то массовых акций, еще что-то, насколько это распространено? Ну, это, я не знаю, у вас, по-моему, так же, как у нас, вот, очень, это, ну, Навальновцы дали всем работу. То есть, просто там, мы оказываем юридические услуги, то есть, ну, бесплатные для всех их пострадавших активистов, вот, так у нас бывало там, ну, буквально за два дня по 25 административных дел с этими, с Навальновцами, там, и так далее. То есть, это, конечно, много. Да, пытаются запрещать, ну, не запрещать, а, в общем, там, я не знаю, как у вас практика, у нас простая, допустим, ты подаешь иск, тьфу, иск, говорю. Уведомление, да. Уведомление, да, значит, тебе там, его принимают, потом на следующий день сообщают, ой, в это же время, в этом же месте, там. Массовое спортивное мероприятие. Да, 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 да. У нас были судебные процессы, где мы на этом ловили, всё, то есть, как бы, и выигрывали, и администрация даже моральный ущерб платила, но всё равно... А ситуация меняется после того, как платят администрации? Нет, 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 нет. Это же мощный политический заказ и интерес, то есть, они не могут вот... Отступить? Конечно, нет, всё там, вот этого не должно в городе быть, этого в городе... Но, опять-таки, вот, допустим, опять не знаю, как у вас, а у нас там очень такая интересная ситуация возникла, то есть, есть... Всё уже, да, у нас... Да, в общем, возникла такая ситуация, что у нас органы правопорядка никогда никого не разгоняют. Вообще никогда? Ни разу? Да, вот было, значит, первый раз было в прошлом году. Значит, то есть, ну, всё дело, значит, вот вы там, ладно, если что-то у вас такое несанкционированное, вы проведёте, а потом вас тут всех замордует штрафами и так далее. Но чтобы вот прямо взять и разогнать... И растаскивать, да? Растаскивать, тащить по отделениям, такого не было. Это никогда не было, то есть, это не было принято, как бы. Вот. И, ну, всё равно, какой-то всё равно прогресс есть. То есть, допустим, в Москве просто садисты, а у нас, как бы... Вот. Хотя штрафы, конечно, у нас две семьи активистов эмигировали, потому что их штрафами. Реально. Ужас. В общем, то есть, ну, там, правда, ещё одно уголовное дело, кстати, вот тоже вот. Человек, ну, там, один раз наказали за административно за несанкционированный митинг, второй раз, а на третий раз уже мог посадить. На третий раз уже уголовное дело, а не административка. Да, да, и вот эмигировал, чтобы не сесть, мать двоих детей уехала. Ну, ладно, в общем, это как бы... То есть, вот этого, да, этого добра много, но, так вот, я к чему-то всё вспоминал, то, что у нас не принято. И вот был буквально шок у всех, потому что впервые в Перми разогнали, в общем-то, да. Ну, шесть, конечно, у нас вот три тысячи человек идут по центральным городам, вернее, улицам города, несанкционированно кричат «Путин вор», значит, и вот так всё, это два часа раньше терпели. Вот, а сейчас нет, значит, вот разогнали. Но, правда, опять-таки, потому что там была такая очень интересная проблема в том, что лидеров не было у... Этой колонны. И в будущих это навальновцы были, да. Ну, и к ним приснишься, потому что все лидеры уже имели по одной административке и боялись получить вторую. И они не выходили просто. Да, они не выходили, да. Вот, ну и, соответственно, значит, оказалось без... Без головы, без головы, оказывалось, колонны. Настоящих буйных мало, вот и нету лужака, да. Молоденький мальчик 21-го года, очень буйный. Взял мегафон, все видели, у кого мегафон, и пройти за ним. А он надавал потом таких, кстати, команд, в общем, хуже, чем на Болотной. Вот, и в итоге, в общем-то, там был спровоцирован конфликт, и... Ну, в общем, ну, вот это было такое, было событие, которое все семьи сколкнуло, там двух журналистов задержали. Это вообще было неслыханное событие. Поэтому, в общем, все запомнили это, и власть будет поосторожнее, и вот... И в сторону с провокаторами работали, а он просто дурачок, с ним даже работать бесполезно просто такой вот. То есть он не со зла? Не-не, это вообще просто... Анна, у нас время рекламы, извини, просто надо проработать интересную беседу. Дневной разворот продолжается в студии Николая Голикова. И Анна Лапшина. И наш гость Игорь Аверкиев, Пермская гражданская палата. Мы говорим о гражданском активизме и о том, как активистам работать с обычными жителями, и вообще, есть ли в этом смысл. Вот одна из тем, которые, как я понимаю, вы затрагивали во время цикла публичных рассуждений у нас в городе, это новые традиции, новые тренды, новые лидеры. Мы можем как-то вот обрисовать эту историю? Ну вот, не знаю, там сжато в нескольких словах. Ну, просто один пример. Значит, мы, чтобы лучше помогать всяким группам, мы исследуем вообще активизм, то есть проводим мониторинги и по России в целом, и в Перми. И вот, значит, как раз мне вот только-только свежим мониторингом. За 2018 год активность в Перми, ну, то есть там 837 всяких мероприятий, акций было рассмотрено, и там всякие закономерности у них. Новая вещь очень интересная. Значит, впервые, значит, среди руководителей, значит, вот этих институтных групп, всяких, да, распределение мужчин и женщин стало 50 на 50. А как было до этого? А вот, а как было до этого? А как было до этого? Вот угадайте. Женщин больше было? Ну, конечно. Женщин было, как правило, 70-80%. То есть наличие мужчин говорит о том, что деятельность стала более рисковой. Женщины, понятно, то есть по естественным причинам они остраняются от этих вещей, и мужчины как раз, наоборот, их притягивает риски, и, в общем, они... Вот, так что, в общем, вот такая новая... Один из трендов, да, получается? Я, кстати, помню, как это было, вот, я все это пришел еще там из старых подпольных антисоветских организаций, и когда мы только в 80-х годах, значит, в общем, что там, всякие забастовки на заводах устраивали, вот, у меня очень... были одни пацаны, вот, в организации. Когда же придут женщины и девушки, потому что это будет хоть какая-то гарантия того, что мы, ну, хоть в какое-то устойчивое, в нормальное состояние попадаем. И вот там в 87-м году первые женщины пришли, значит, уже как-то стало, уже, видимо, получше стало. А сейчас наоборот. А сейчас наоборот уже, да. Мужчины... Ну, у нас, кстати, обратите внимание, она ведь последняя активность женщины, да, по садикам, по вот этим всем вещам. Ну, это, мне кажется, это просто с темами больше связано, нет? Ну, и с темами, но, с другой стороны, дети-то ведь они общие, мужчины и женщины выходят. Нет, у нас есть там лидеры мужчины и вот в этих вот детсадовских темах, там, и так далее, так что это вышло. Это у вас. Ну, да. У нас пока нет, у нас пока сплошь женщины выходят. Ну, значит, все справедливо. Организуют, по крайней мере. Ну, это вот такой тренд, а еще какие-то интересные темы? Ну, у нас в Перми, допустим, такая важная тема, значит, одной из самых таких заметных и таких информационно-агрессивных групп стали феминистки. Это просто такой вот, как бы, ну, то есть, они волнуют всех, все на них реагируют, они... Ну, они как красная тряпка, похоже, да. Везде кто-то вставляют, там, свое тоже, кстати, сказать, за словом в карманы не лезут. Вот, и то есть, это такой, как бы, такая тема последних двух лет, это бесконечные публичные общественные разговоры каких-нибудь феминистических проблем. Но они не экстравагантные, не такие, как в Украине, нет? Нет, нет, ну, конечно, не в этом смысле, там, но достаточно такие, там, жесткие девушки, вполне такие, да. Вот это, ну, и понятно, там, культ-активизм, культура-активизм, он у вас очень развит, и у нас очень развит. Это тоже очень такая важная вещь, его стало, особенно позапрошлым году и чуть раньше, там был явный тренд политического активизма все меньше, а культурного все больше. Просто, по одной простой причине, что темперамент у людей остался, а политика все рисковее, и люди просто уходят вот в эту сферу. Усиленно свои направляют туда, где безопасно. Да, 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 поэтому, в общем, ну, еще там ряд всяких. А поворот возможен в обратную сторону? Да нет, поворот, конечно, возможен, но серьезный поворот у нас все равно будет зависеть от глобальной политической ситуации, ну, то есть, вот того, как себя режим чувствует, что с ним происходит и так далее, так все. Вообще, по большому счету, ситуация кардинально не меняется, ну, последний, ну, а вот, да, с этого, с Крыма. С 2014 года. Ну, я имею в виду, с активизмом не меняется. Так-то понятно, что, действительно, там, крымношисты, этот самый консенсус, он рассасывается людям уже, по большому счету, там, по барабану все это. Но вот форма и степень активности, она вот примерно какая-то тогда была, такая и осталась. Все ждет, когда вот что-нибудь там... Наверху изменится. Да, да, ну, случится что-нибудь такое, что видно, что вообще, надо сказать, люди, на самом деле, ко многому готовы. То есть, только повод нужен, причем, ну, не обязательно там к ужасам, к бунтам, а вот просто там выйти, что-нибудь сделать, объединиться, да. Да, повод будет, у нас будет гораздо лучшая ситуация, чем в 91-м году. Там, допустим, вот у нас только-только революция, это случилось, значит, мы в Перми, и вот нужно там формировать новые, ну, там, горы с полком, область с полком. Орган власти. А людей-то нету, то есть, вот, а нужно, чтобы кто-то еще в рынке разбирался, там, еще что-нибудь такое в социальной, вообще никого. Сейчас нет, сейчас я точно знаю, что там в органах власти много нормальных, хорошо образованных людей, которые просто, вот, хозяин сменится, и они будут нормально работать, будут все хорошо делать, они рыночные, они такие вполне современные, многие с образованием на Западе, то есть, вот в этом смысле и люди уже средний класс, реальный средний класс. То есть, только, ну, они не хотят на баррикады, это нормально. Ну, понятным есть, что терять. Да, конечно, да. А когда что-то будет, они вложатся всем своим капиталом, я имею в виду, общественным, социальным, там, ну, и так далее. Поэтому я так оптимистично смотрю. Гражданская культурная революция 10-11-х годов. Это да. Что это было? Ну, это вот, все началось с пожаров, то есть, это проснулся к общественной, публичной активности средний класс крупных городов страны. Собственно говоря, до того у нас активность была вот такая остаточная, постсоветская, и вот эти вот всякие там правозащитники, вроде меня чуть-чуть, в общем, такие прогрессоры, как культургастик, ни с кем и ни с чем не связанные, со своей идеей там. Маленькие рассредоточенные группы. Да, да, да. Рассредоточенные группы. Такие группы там в основном по 1-2 человека. Да, да, я и говорю группки. И у каждого там своя цель, свои идеалы. А вот пожары впервые, то есть вот там... Это мы летние пожары имеем в виду, да? Да, да, да. Когда объединились и ехали на тушение. Да, да. То есть впервые люди, вот эти вот образованные люди поняли, что они реально что-то могут и не могут лучше, чем государство. Потому что там организованные, значит, гражданские практики первые месяца-два были эффективнее, чем пожарные действия там властей и так далее. То есть вот это был мощнейший опыт, но только для крупных городов. И потом уже, кстати, вот протесты 2011-2012 годов. Это люди с пожаров пришли обратно в свои города, узнали, что Путин возвращается в Медведево-Небо, Тотти-Пелихана. И, в общем, и вот с этим опытом, что они все могут, что они общество реальное. Что они умеют объединяться. Да, что они уже объединены. Да, да, да. Они вышли на улицы, но там, конечно, был негативный опыт. В общем, все это не очень хорошо закончилось. Но это все-таки опыт был вот в таком верх. То есть и с этими людьми уже, с этим опытом ничего не сделать. Они все равно есть. И вот только нужны события, чтобы они снова-снова себя проявили. Но это была очень важная революция, что действительно вот появился средний класс как активный, публичный гражданский игрок. А это, собственно, главное. Гражданское общество без среднего класса, сильного, самостоятельного не возникает. Поэтому все хорошо. И есть люди, которые не боятся сказать. Да, да, да. И это тоже, да. И обменяться. И не только сказать, а и сделать. Вопрос в том, где сейчас эти люди. Ну, я так понимаю, что все из них сидят тихонечко, тихонечко и не подают вида, что они чем-то недовольны. В нормальном спящем состоянии. А, в смысле, сидят, я имею в виду, дома, дома, дома. И на улицах нет, Николай, что вы. Да, да, да. Да, конечно, и это тоже нормально. То есть вот не знаю, почему ты такой бессовестный, на метинг не ходишь. Ничего страшного. Для этого дети, если они ходят, им весело. Мы им все объясняли. Поддерживают, да, все нормально. А вот когда будет что-то серьезное, взрослые люди появятся, никуда не денутся. Вот еще хорошо бы было понять, когда это все случится, потому что... Нет, это так называемый черный лебедь. То есть вот это вот непредсказуемое событие, которое может запустить супер-пупер всякие процессы, оно может быть хоть когда, оно могло быть и пять лет тому назад. Угу, непредсказуемое событие. На самом деле очень не хочется, чтобы это непредсказуемое событие закончилось чем-то нехорошим. Это понятно, конечно. И, кстати, пример Украины нас всех должен в этом смысле очень беспокоить. Вот, кстати, либеральная публика в этом смысле очень радуется на Украину. А это, на самом деле, вызов для всех нас. То есть там все, что хотим мы, случилось хорошее. Значит, демократическая власть, свободные выборы, значит, многопротивность, экономическая свобода, а коррупция стала еще сильнее, бедность никуда не делась, темпы роста, всего 10% на душу населения ВВП вырос за 10 лет, самый маленький темп среди белых стран. А самое главное... Демократия, оказалось, не решает проблему глобальной. Что с этим делать? У нас многие думают, вот Путин уйдет, будут свободные выборы, и нас всех выберут. Нифига вас не выберут. Просто вот не выберут. Я хотела просто сказать, что в Украине люди, которые были у власти, с которыми боролись, многие ведь из них там и остались. Конечно, конечно, конечно. И потом выиграли, как бы, такая вот свободолюбивая публика, а в власти взяли националисты и, собственно говоря, олигархи. Ну, это как во многих революциях вообще, к сожалению, бывает. И, в общем, и страдать сегодня в самом таком неустойчивом, в ужасном, да еще с гражданской войной. Но, с другой стороны, как бы, для нас это опыт. Да. Опыт, надо только понимать, что можно прийти и к такому развитию событий. Да, конечно. Можем ли мы дать какой-то прогноз по тому, как будет реагировать общество, гражданские активисты и общество, каждый отдельный конкретный человек, обычный обыватель, на те законы, законопроекты, которые сейчас обсуждаются, принимаются? Законы об оскорблении власти, вот это вот все. Вызовет ли это какой-то всплеск эмоциональности? Нет, не вызовет, потому что, ну, простого человека, это все, несмотря на предыдущие законы, закрывающие интернет, все, несмотря на простого человека, это почти никак не влияет. А если его оштрафуют? Ну, оштрафуют. На 30 тысяч рублей. Вот смотрите, 450 человек у нас уже оштрафовали в 2017 году на 3 миллиона человек. То есть вот с точки зрения, а еще при том, что информация не особенно распространялась там и так далее, поэтому нет, это все-таки... Небольшой процент, то есть, как бы пострадавших получается. Это не тот случай, когда, значит, вот трейгеры очень серьезные. Поэтому люди будут по поводу, ну, прежде всего, конечно, социальных всяких вопросов. Вот сейчас уже много чего у нас возникает. Тихо, сапо, ведь режим экономит бюджет, и денег уменьшается реально много, и на всех социальных программах вот это будет больше задевать. Но опять-таки тут... То есть прогнозировать, победит холодильник телевизор или не победит, мы не можем? Нет, это... Тут есть такая очень важная закономерность. Значит, холодильник побеждает телевизор тогда, когда серьезное, значимое для людей ухудшение положения случается в очень небольшой промежуток времени. Ну, то есть, в короткие сроки. Конечно, да. То есть, когда резко меняется, значит, вот... А когда так, как у нас, там, в течение года, там, у нас покупательная способность за три года на 15%. То есть, ну, там люди заметили, но как бы все жители, но все живы, да. Да, да, да. Успеют привыкать. Да, да, да. Поэтому в этом смысле у нас режим, он и живучий, и грамотен, что вот, ну, это, конечно, так, в общем-то, и не специально, наверное, у них получается, но пока темпы ухудшения таковы, что если они будут продолжаться, холодильник никогда не выиграет у телевизора. Вот если вот эти темпы... То есть, такими темпами человека можно до быдла довести, и он этого просто не заметит. Я очень надеюсь... Ну, он успеет к этому приспособиться. Да, я очень надеюсь, что этого все-таки не произойдет, что останутся люди, которые будут объяснять и будут думать. Нет, они не останутся, но будут выглядеть как сумасшедшие. Я знаю. Ну, не очень оптимистичная у нас концовка получается разговора. Время, к сожалению, подходит к концу, Анна. В финале мы с Игорем Аверкиевым, председателем Пермской гражданской палаты, наш первый час дневного разворота. Мы с Николаем не прощаемся, вернемся через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...